Брест в судьбах так условно можно назвать выставку, открывшуюся в Музее истории города. В её основу легли предметы, которые, на первый взгляд, сложно отнести к одной теме. Это старинные наружные вывески, именные кирпичи из фундаментов домов, документы из личных архивов жителей. Однако в этом и суть, уверяют организаторы. Все эти предметы принадлежат брещанам разных поколений, разных эпох. И из таких небольших частных историй формируется представление о быте и традициях тех, кто населил Бересте 100, 200, 300 лет назад. Мы благодарны многим-многим людям, живущим в нашем городе Вресте, которые передают нам свои личные материалы. Вы знаете, каждый хранит у себя документы, каждый хранит какие-то вещи, которые ему дороги. И, наверное, может быть, кто-то задумывается о том, что это на самом деле история города нашего Вреста, не только история семьи. Кто-то расстается с ними, и мы, конечно же, этих наших дарителей увековечиваем в истории нашего музея и показываем то, что они нам передали. Собрать такую интересную выставку сотрудникам музея истории города удалось благодаря помощи неравнодушных берестейцев. Это особенно подчеркнули организаторы вернисажа во время торжественного открытия. Среди уникальных экспонатов – копия плана Бреста 18 века, чертежи территории церквей и соборов разных лет, фрагменты так называемой «Вечной дороги», плитки-трелинки, покрывавшие в 30-х годах главные Брестские улицы, улицу Уни-Любельской, ныне Ленина, и Егелонскую, проспект Машарова. Отдельный блок – находки, обнаруженные во время раскопок под руководством Александра Башкова. С грифом экспонируются впервые. Внесли свой вклад в создание выставки и художники. На своих полотнах они изобразили старинный город. Очень интересная у нас представлена коллекция, которая была найдена при археологических раскопках, проводимых в 2011 году у Тереспольских ворот. Это коллекция уникальных экспонатов, которые впервые сегодня экспонируются. Это украшение подвесного цепного моста, одного из самых красивых мостов Брестской крепости. Конечно, работа шла, ну так не скажу, что просто, потому что сложности были в том, что какие-то детали нужно находить очень точные, конкретные, потому что от себя здесь ничего не придумать, потому что вещи должны быть исторически верные. И вот пришлось усиленно поработать, и все же я считаю, что где-то задача удалась. Вернисаж является своеобразным проводником в историческое прошлое Бреста. Прикоснуться ко всему этому многообразию можно будет в течение двух месяцев.